Более подробно эту тему обсудим с Дмитрием Левусем, это политолог-международник, директор Центра общественных исследований Украинский Меридиан. Здравствуйте, рада вас приветствовать. Здравствуйте. В свою очередь говорим об итогах переговоров на таком уровне между МИД Венгрии и Украины и главой офиса президента Андреем Ермаком. В свою очередь вы для себя что важное обозначили, и можно ли говорить о том, что, знаете, не такие уж и холодные отношения, но все равно стали теплее? Ну, отношения действительно горячие, да, можно говорить об этом, о Венгрии, во главе которой стоит Орбан. Ну, объективно, да, как по мне, это хорошо, что проходят данные переговоры, и на самом деле ничего неожиданного, в общем-то, тоже не произошло. Почему? Потому что надо все рассматривать в контексте. А в контексте, то, в общем-то, о чем можем говорить? Можем говорить о том, что для Венгрии где-то это вынужденный шаг, поскольку, в общем-то, как ситуация, которая складывается в Европейском Союзе, где вопрос с евроинтеграцией Украины является одним из приоритетных, и на этом фоне противодействовать этому вопросу не приходится. Второй момент, что очевидно, период, когда можно было шантажировать тем, что переговорный процесс о вступлении Украины в Европейский Союз не будет идти, он, и поскольку пока не будут выполняться все условия Венгрии, хотя, в общем-то, они тоже достаточно нечетко, мягко говоря, были сформулированы, тоже закончился. А еще главное, что где-то за неделю до 14 декабря, когда было Европейской комиссией, когда в Евросоюзе было принято решение, согласованное о начале переговоров с Украиной о вступлении, господин Урман вообще говорил о том, что проблемы с Украиной, это проблемы исторического плана. То есть, сейчас все это осталось позади, поскольку, в общем-то, есть конкретика, есть вот 11 пунктов министра иностранных дел Сиярту, о которых шла речь, и есть еще один позитивный момент. На самом деле, абсолютное большинство вот этих 11 пунктов, которые, в конце концов, сформулированы до конца, они в абсолютном большинстве своем уже решены. И об этом сказал на совместной пресс-конференции министр иностранных дел Украины Дмитро Кулеба, и, в общем-то, и Петер Сиярта, министр иностранных дел Венгрии, этого не отрицал. То есть, вот в данном конкретном случае важно то, что есть конкретика, в конце концов, о том, какие же могут быть проблемы, и есть заявление о том, что в большинстве своем эти проблемы и так решены. Ну и тоже показательный момент, что это предшествует встрече глав государств. То есть, присутствие Андрея Ермака как главы Офиса президента, это как раз о подготовке встречи между Владимиром Зеленским, президентом Украины, и Виктором Орбаном, премьер-министром Венгрии. То есть, то, что, в общем-то, тоже должно происходить для того, чтобы, ну, скажем так, отношения между странами-соседями, они должны быть нормальными. Да, и Украина, в общем-то, на протяжении долгого периода стремилась это сделать. И даже тогда, когда были, ну, откровенно, такие заявления неприемлемые, и действия на протяжении лет блокирования, вступления Украины в Европейский Союз и НАТО, даже вот любая возможность диалога, в том числе, например, в Аргентине, которая происходила во время инаугурации, это как раз об этом, о том, что Украина все время демонстрировала и свою готовность к этим переговорам и к налаживанию отношений. Поэтому я думаю, что вот именно в других контекстах это очень показательно и важно. Да, периодически прерывается связь, это мы наших зрителей предупреждаем, в случае чего мы, конечно же, с Дмитрием сразу в отзывной связь. Но сейчас все вроде бы хорошо, Дмитрий, мы вас видим, слышим. Позвольте еще уточнить касательно отношений Венгрии и Украины. Но ведь закон по нацменьшинам принят, и, как ни крути, но принят с рекомендациями венгерской стороны. Что может еще не устраивать публично венгерскую сторону в этом вопросе? Кстати, на этом и в своем Фейсбуке акцентировал и Петер Сиарту, когда он ехал в Украину, опубликовал большой пост и сказал, что как раз одной из главных тем будет обсуждение, обсуждение, как это он назвал, я просто перевожу сразу же, онлайн, грубо говоря, обсуждение и темы национальных меньшин на территории Закарпаття. На самом деле тут вопрос глубокий и связан не столько с реалиями, а сколько с политической практикой и политической мифологией, которая присуща для современного руководства Венгрии. Да, поэтому тут, в общем-то, это такой внутриполитический уже контекст венгерский. Да, есть определенная травма у Венгрии, травма Трианона, о которой говорят, что Венгрия везде граничит сама собой, что вот всюду есть венгерское население. И, естественно, что Закарпатье в этом плане, оно, во-первых, и удобно, как такой политтехнологический механизм, который всегда очень часто используется. Потом, опять же, звучат достаточно странные речи, например, о том, что вот какие права были до 2015 года, а что в 2015-м произошло? Да ничего, в общем-то, в 2015-м и не происходило. То есть, это один момент. Второй момент, цифры по поводу того, сколько украинских детей учатся в венгерских школах, мягко говоря, немножко тоже преувеличены, потому что в Венгрии у украинских беженцев несколько десятков тысяч человек. Цифры назывались около 33 тысяч. Это, кстати, на уровне приблизительно, как в каждой из стран Балтии столько, но страны Балтии меньше. Вот, поэтому мы должны, в общем-то, понятно, что ситуация, скажем так, руководство Венгрии, оно остается прежним. Вот эти замечания и, скажем так, привычные рычаги влияния, а именно вот венгерские меньшинство, к которому якобы есть какие-то проблемы, оно тоже, в общем-то, остается этим самым орудием, которое будут пытаться использовать. Но общая ситуация поменялась, и поэтому, в общем-то, я думаю, что можно говорить о том, что это будет теперь происходить меньше. Хотя риторика сохранится, конечно же. Но вот то, что сейчас есть конкретный пункт вот этих проблем, которые, как считает, есть венгерская сторона, существуют, и из которых абсолютное большинство, в общем-то, уже решено, вот это уже, наверное, залог таких более нормальных отношений. Более того, это аргумент в общении с Европейским Союзом для того, чтобы показывать, как проблема решается, и избавить Европейский Союз от спекуляций на этой теме. Вот как раз о меньшинстве говорили. Просто давайте напомним, что требует Будапешт в этом контексте. А тут Будапешт требует возвращения для венгерского меньшинства Закарпатья прав, которое оно имело до 2015 года. Вот как раз об этом и сказал глава Медвенгрии Петер Сьярта в Ужгороде. Венгерская сторона сформулировала свое видение вопроса в 11 пунктах. О них вы сейчас тоже говорили в нашем эфире. В частности, это восстановление статуса национальной школы, возможность сдавать экзамены на венгерском языке, использовать венгерский язык в области высшего образования, культуры и общественной жизни. Это так, подытожив историю как раз с венгерскими меньшинами. Но тут еще хочется вперед немножечко забежать и вспомнить 1 февраля, что может происходить как раз в Европейском Союзе и какие решения может Европейский Союз принять в отношении Венгрии. А власти ЕС выразили свою готовность нанести ущерб экономике Венгрии. В случае, если все-таки на саммите ЕС 1 февраля Будапешт наложит вето на дальнейшее финансирование Украины. С таким заголовком на днях вышел материал издания Financial Times. Журналисты якобы получили в распоряжении разработанный в ЕС документ, в котором указано, что если Будапешт заблокирует выделение Украине пакета макрофинансовой помощи в объеме 50 миллиардов евро, Брюссель готов подорвать ее валюту, обвалить доверие инвесторов, чтобы нанести ущерб рабочим местам, экономическому росту страны. В ЕС уже эту информацию опроверили, заявив, что документ, на который ссылается издание, это справочная записка, которая не отражает статуса тягущих переговоров. Ну, это не будем сейчас даже о том, что пишет Financial Times, хотя, возможно, имеет место быть. Но вместе с тем, все равно какие-то рычаги влияния на Венгрию в контексте разблокирования финансирования в отношении Украины, они у Европейского Союза есть. И, скорее всего, Дмитрий, я могу предполагать, что это либо же какие-то политические решения, либо же все-таки финансовая составляющая. Вы к чему больше склоняетесь, и какие рычаги все-таки влияния у Европейского Союза по отношению к Венгрии на сегодняшний день, применимы вот здесь и сейчас? Потому что, ну, 1 февраля и на этой неделе, поэтому мы понимаем, что какие-то определенного характера процедуры уже сейчас проходят. Ну, на самом деле, проблема у Венгрии не только с Украиной, а вообще с Европейским Союзом. И, в общем-то, тут сейчас просто, ну, так вот совпало уже все. То есть, это сейчас наступил момент истины, когда вопрос политического решения по переговорам с Украиной и возможности его блокирования. Потому что на протяжении 10 лет, так, даже где-то, наверное, больше, можно напомнить, с Венгрией и Орбана постоянно происходят проблемы в судопроизводстве, в образовании. То есть, их много. И, опять же, тут проблемы в том плане, что Венгрия пользуется экономическими фондами Европейского Союза. Инфраструктурное строительство, там, опять же, рабочие места. Это все происходит благодаря Европейскому Союзу. И тактика шантажа, которая применяется, она же появилась не в процессе вступления Украины в Европейский Союз, а значительно раньше. Поэтому очень много кто в Европе удивлялся, почему как-то получается так этот шантаж использовать, и ничего за это нет. Вот, поэтому я тоже думаю, что сам по себе этот документ, он достаточно, ну, так, жесток и скандален, чтобы быть однозначно правдой, да, ну, тем более, что, ну, скажем так, удар по одной из экономик стран-членов, это, ну, уже очень крайная мера. Но само по себе появление даже такой докладной записки и его, ну, явно такое контролируемое появление в мировой прессе, это часть вот этого давления и приведения руководства Венгрии на позицию вот переговоров и конструктива. То, что мы прекрасным образом наблюдали 14 декабря, когда Виктор Ворбан обещал, что он будет блокировать решение о начале переговоров с Украиной, и этого не сделал. И вот тогда он потерпел откровенно поражение. И после этого для Европейского Союза тоже стало очевидно, что можно менять вот эту тактику переговоров, когда у Ворбана получается что-то себе выгрызать, да, в экономическом плане, потому что сейчас, в общем-то, вопрос политический, и это можно сделать. И экономический рычаг, он тоже присутствует. И, кстати сказать, он, очевидно, главный в этом плане. То есть он не только политическое давление, а именно такие намеки на то, что доступ к европейским фондам будет ограничен, он это влияет очень сильно. Ну и на завершение буквально минутка остается, Дмитрий. Поясните, пожалуйста, можно ли говорить о том, что в дальнейшем вот будущая встреча между Орбаном и Зеленским, она может привести в целом к изменению вектора Орбановской Венгрии, я подчеркну именно Орбановского управления. Потому что в последнее время кажется, что Орбан по факту ретранслирует пророссийские нарративы, выгодные Кремлю непосредственно. Я думаю, что определенные изменения уже происходят, то есть мы это увидели. Просто, ну, вряд ли произойдет глубинное изменение. Почему? Потому что, ну, есть политическая практика, есть мировоззрение. В конце концов, Орбан действительно единственный европейский лидер, который ездил в Китайскую Народную Республику и там встречался с Путиным. То есть, в конце концов, есть вот пост Сиярто о поездке в Украину, где оно все изображено в таком опереточном стиле, вроде как, да, тут голливудский блокбастер какой-то, да, то есть вот какая-то сложная поездка и все. И, кстати, и создана такая атмосфера, что такое восприятие там поддерживается. Хотя понятно, что это выглядит, ну, мягко говоря, так, ну, юмористически. Вот. Поэтому я думаю, что вряд ли произойдут глубинные изменения. Но вот сам по себе, тут много раз сегодня это говорю, да, контекст, который поменялся, он, в общем-то, ну, заставляет менять и внешнюю политику господина Орбана и где-то, наверное, корректировать определенные вещи и внутри страны тоже. Поэтому я думаю, что, ну, да, определенным образом это тоже, это тоже влияет, конечно. Услышаю вас. Спасибо огромное за то, что нашли время присоединиться к эфиру. Дмитрий Левов, испольтолог-международник, директор Центра общественных исследований «Украинский меридиан» был с нами на прямой связи. Ссылка на наш телеграм в описании.